Всем привет, продолжаем смотреть и узнавать Татановое. Сегодня хотел вас познакомить с Угрюмовым Григорием Ивановичем, исторический живописец, портретист, представитель классицизма. Родился в семье купца-жестянчика в Москве из села Норско-Ярославской губернии Ивана Михайловича Угрюмова, депутата комиссии по составлению проекта нового уложения. Крещен сохранившийся до сих пор Успенской Пятницкой церкви, в которой была сохранена плащаница его работ. Принято воспитательное училище в 1770 году при Императорской академии художеств. Главным наставником был Левицкий. По окончании академического курса в 1785 году, 15 лет, с малой золотой медали, полученной за картину изгнания Агарь с малолетним сыном Измаилом в пустыне, Угрюмов отправился за казенный счет за границу для своего усовершенствования. Пробыв 4 года в Риме, он копировал античную статую Веронеза Гвидарени. Вернулся в Санкт-Петербург в 1790 году. В следующем году ему было поручено преподавание исторической живопись в Академии. Получил звание, назначенное в Академике. Было такое звание. Звание Академика получил в 1797 году за картину испытания силы Яна Усмаря. Вскоре возведен фадюнг профессора. Состоял им до 1800 года, в котором повышен в профессора. С 1800 года стал заседать в Совете Академии. Наконец, в 1820 году был сделан ректором исторической живописи. Почетный член вольного общества, любителей словесности, наук и художеств. Посмотрите, пожалуйста, картины, которые я скачал в интернете. Их не так много. Приверженность русским сюжетам составляет отличительную особенность творчества Угрюмого. В продолжении своей деятельности пользовался в России громкой известностью. Благоволением императрицы Екатерины II и императора Павла I, а затем и Александра I. По их заказам, исполнял часто большие и многослужные картины для важнейших и строившихся тогда зданий. Троицкий собор Александра Невской Лавры, Михайловский замок, Казанский собор в Санкт-Петербурге, собор в Одессе, ну и так далее. Надо сказать, что Угрюмов многое сделал для развития русского рисунка. Современники считали, что он ввел образ рисования более решительный, более свободный и более полезный для художника. Ну, скорее всего, это, наверное, верно, как педагог и как рисовальщик, что он обращает внимание на выразительную живописную роль святотени. Первым в академии дает задание на белой бумаге, до этого давали на тонированной, на которой строение объема выглядит конкретнее и яснее. Первым дает задание на смешанные техники. Это сангина и уголь. Как преподаватель имел большое влияние на успехи русской живописи, дав образование многим замечательным художникам, в том числе Иванову или Иванову, по-разному произносит эта фамилия, Шибуеву, Егорову, Кипренскому и другим. Угрюмов – это учители-учители тех, кто станут крупнейшими педагогами начала XIX века, тех, которых я перечислил Егорова, Шибуева, Андрея Иванова. Отмечает, что именно в Угрюмовском вольном и творческом духе будут рисовать в Академии Кипренский и Брювов. В возрасте 58 лет, в марте 1823 года, скончался. Похоронен на Смоленском кладбище, Петербург. Ну вот, существенно говоря, и все. Немного биографии, вот эти картины, которые я скачал в интернете. Сегодня мы познакомились с творчеством, посмотрели картины Угрюмова Григория Ивановича. Исторический живописец и портретист, представитель классицизма. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok